приветствую вас друзья товарищи как там у вас система отопления работает в штатном режиме али заметили за ней что дурное не стесняйтесь говорите вместе попытаемся решить вашу проблему ведь проблем системы отопления немало и одна из наиболее распространенных вот это что напугал понимаю для некоторых это как страшный сон воздух системе отопления это действительно проблема и между прочим проблема первостепенного значения для некоторых это вообще головная боль думаю почему же некоторые радиатор плохо топляются вроде сделал все правильно воздух с радиаторов спустил воздуха в радиаторе нету а греет он слабо они у некоторых вообще не греет в чем же может быть причина и как ее исправить а причина тут скорее всего в воздухе только в воздухе не в радиаторах а в трубах пузырьки воздуха под потоком теплоносителя скапливаются в каком-нибудь труднопроходимом месте и образуется один большой пузырь через который теплоносителю очень трудно пробиться в трубе образовывается так называемая воздушная пробка как же эту ситуацию исправить первый способ быстрый но не всегда эффективный путем увеличения давления в системе отопления до предельно допустимого мы уменьшаем объем пузырьков воздуха в несколько раз при давлении воздух сильно сжимается в объеме тем самым освобождая место теплоносителю и у теплоносителя появляется больше шансов выгнать этот воздух из трубы но как я уже и говорил этот способ не всегда срабатывает есть и второй способ более эффективный но более длительный по процессу вот об этом втором способе я сейчас и поведу разговор и надеюсь после этого у кого-то радиатора заработают на полную мощность и тема сегодня такая как выгнать воздух из труб или как прокачать систему отопления в этом видеоролике я схематично объясню как прокачать самую популярную систему отопления двухтрубную другие виды системы отопления мы рассмотрим в следующем видеоролике но теперь прошу к просмотру вот на схеме представлен примерный план двухтрубной системы отопления все-таки для понимания увиденного поясню что тут нарисовано это котел котел напольный 5 радиаторов вот они труба подачи который гонит тепло от котла к радиаторам и труба обратки в котором теплоноситель бежит от радиаторов котлу двухтрубной системы отопления называется то у которой вход в радиатор подсоединен к подаче а выход к обратке по такому принципу подсоединен каждый радиатор этой системы отопления а теперь давайте разберемся по какому принципу работает эта система отопления вот у нас нагретый в котле теплоноситель побежал по подающей магистральной трубе и понес свое тепло каждому радиатору оставив часть тепла радиатором также теплоноситель из каждого радиатора бежит уже по обратной трубе вновь к котлу там он нагревается и процесс повторяется вновь и вновь. Но теплоносителю проще пробежать по малому кругу. А вот до дальнего радиатора ему добраться сложнее. Отдав часть теплоносителя ближним радиаторам, сила потока у дальних радиаторов ослабевает. Чем тише поток теплоносителя, тем больше вероятности за воздушными системы. Слабый поток не в силах протолкнуть воздушную пробку. А если он сам не в силах, значит нужно ему помочь. А чем мы можем помочь? А помочь мы можем увеличением силы потока для каждого радиатора. Как это сделать? Ну давайте объясню, ничего сложного в этом нет. Чтобы прокачать всю систему, нам нужно прокачать каждый радиатор по отдельности. Прокачку двухтрубной системы рекомендую начинать с дальнего радиатора. Для этого перекрываем подачу всех радиаторов, кроме дальнего. Таким образом, всю мощь потока направляем только в один радиатор. При этом скорость насоса выставляем на максимальную. И что же у нас получается? Теплоноситель на максимальной скорости бежит по подающей трубе к тому радиатору, у кого открыты два крана, то есть через который может завершить свой круг. Максимальный поток выгонит весь воздух в этот радиатор, а потом вы его страивите через кран Маевского. То же самое у нас получается и с обратной трубой. Максимальный поток выгонит воздух, находящийся в обратке, в котел, а уже за котлом воздух выйдет через автоматический воздухоотводчик. Только вот для того, чтобы стравливать воздух с радиатора через кран Маевского, вам придется немного подождать. Ну примерно минут 5. Дайте возможность воздуху выйти из трубы в радиатор. После того, как стравили воздух с дальнего радиатора, переключаемся на предпоследний. Теперь таким же макаром прокачиваем предпоследний радиатор. Для этого у предпоследнего радиатора открываем кран подачи, а у последнего радиатора кран подачи закрываем. Таким образом у нас весь поток теплоносителя будет теперь проходить через предпоследний радиатор. Теперь проделываем всю процедуру с этим радиатором то есть сначала на этом радиаторе экран открыли на дальнем закрыли чуть-чуть подождали а затем через кран маевского спускаем воздух и точно такую же процедуру мы проделываем с каждым радиатором все ближе и ближе продвигаясь к котлу опять сначала открываем кран у ближнего радиатора а только потом закрываем у дальнего тем самым давая возможность потоку не замедлять свой ход и не давая насосу работать под большой нагрузкой если мы перекроем все краны то для насоса мы создадим максимальную нагрузку что может негативно сказаться на его дальнейшей работе теперь я вам должен сказать почему я рекомендую прокачку системы делать именно с дальнего радиатора идти от дальнего радиатора к котлу потому что за прокаченным радиатором вода то бишь теплоноситель перестает циркулировать до того момента пока прокачаем и откроем все краны на всех радиаторах для понимания давайте рассмотрим тот вариант если бы мы прокачивали систему начиная с первого радиатора и шли бы к последнему что в этом случае у нас получится вот давайте откроем кран на первом радиаторе и вода теплоноситель побежала у нас через первый радиатор допустим мы его прокачали теперь нам нужно прокачать следующий радиатор меняем расположение кранов и вода теперь у нас бежит через второй радиатор но если воздух был в обратке то часть воздуха уйдет в котел а часть попадет в выход первого радиатора так как кран первого радиатора перекрыт и циркуляции теплоносителя в нем нету поэтому воздух свободно может зайти в выход первого радиатора таким образом в этом месте может образоваться новая пробка вот чтобы избежать такой вероятности рекомендую двухтрубную систему прокачивать с дальнего радиатора начинать с дальнего идти ближе к котлу прокачивая каждый радиатор по очереди в том случае допустим если у вас не одна а две а может быть и три ветки то каждую ветку прокачиваем по отдельности прокачали одну ветку потом вторую затем следующую и так все ветки по порядку ветки начинают прокачивать тоже самый дальний но в этом случае нужно вести отчет не по самому дальнему радиатору а по тому месту где эта ветка соединяется с основной магистральной трубой ну еще раз о главном чтобы вам удалось эффективно прокачать систему главное правило здесь чтобы все радиаторы должны быть перекрыты кроме одного который прокачиваем и насос должен работать на максимальной скорости независимо от того сколько у вас веток в работе должен быть задействован всего лишь один радиатор и всего общего количества на всех ветках кто-то скажет у меня не напольный котел а настенный независимо от того какой у вас котел наполенный настенный этот метод прокачки работает в обоих случаях но с настенным котлом немного посложнее ведь после того как настенный котел набрал определенную температуру теплоносителя он встает в режим ожидания и отключает все свои функции в том числе отключается насос и этот фактор при прокачке системы нужно обязательно просто обязательно учитывать иначе у вас ничего не получится для того чтобы настенный котел у вас дольше не отключался выставить ему большую температуру это сократит ваше время на прокачку и запомните при прокачке системы насос должен работать на максимальной скорости если насос отключился то и вы прекратите свои действия и дождитесь того момента когда он включится систему с настенным котлом можно прокачать и вообще без выключения насоса но это все-таки должен делать специалист я вам сейчас скажу но если не знаете лучше не пробовать и в дальнейшем меня прошу не винить отключаете котел от сети снимайте крышку котла у насоса отсоединяйте штекерный разъем и подсоединять насос напрямую к сети таким образом у вас насос будет работать независимо от котла и он у вас не отключится на всем протяжении прокачки ну вот с двухтрубной системой разбрались а как прокачать другие виды системы отопления смотрите в следующем видео ролике всем удачи пока и